В этом видео я хочу продемонстрировать вам в действии тональную основу, которую на данный момент я считаю самой лучшей в бюджетной линейке. И даже бюджетная линейка, это даже, наверное, преувеличение, потому что эта тональная основа стоит всего 5 долларов. И это, наверное, самая дешевая тональная основа, которая реально выглядит классно. Сейчас эта тональная основа на мне, и речь идет о Avon. Линейка называется True Color. И оттенок у меня, сейчас я вам скажу, Light Beige. Как я уже и сказала, тональную основу я вам продемонстрирую. Это будет не первое впечатление, потому что я ее уже пользовалась много раз, я ее носила, я смотрела, как она выглядит. В этом видео я вам буду это демонстрировать, и мы с вами увидим и нанесение, и носку на протяжении дня. То есть сейчас вот она на мне уже где-то приблизительно пару часов, потому что я до этого еще снимала видео вот с этим, кстати, макияжем, который у меня получился. Но и это еще не все, потому что в самом конце дня я к вам вернусь для того, чтобы подвести итоги, показать, как она держалась на протяжении многих часов, как она выглядит и какие я могу подвести итоги. Если вы на моем канале впервые, обязательно подписывайтесь. Вот там вот есть кнопочка, на которую можно нажать. Тогда вы не будете пропускать видео в будущем. Согласно официальному сайту Avon, тональная основа обещает нам, что она будет идеально подстраиваться под оттенок и текстуру кожи, как будто сливаться с ней. То есть это умная тональная основа, которая реально подстраивается не только под оттенок лица, но также и под текстуру. Очень легкая текстура без эффекта маски и подходит для всех типов кожи. Все это с вами мы обязательно сегодня проверим, а сейчас я предлагаю вернуться немножко во времени назад и перейти к нанесению этой тональной основы. Начать макияж лица я хочу не сразу с нанесения тональной основы, а изначально буду использовать вот такой вот увлажняющий, подготавливающий кожу спрей для лица. Это от Colourpop Amethyst серия. И он как раз нужен для увлажнения кожи. А так как у меня сейчас кожа немножко суховата, то все-таки я считаю этот шаг для себя достаточно важным. Этот спрей немножко пахнет огурцами, как неудивительно, но мне огуречный запах очень нравится. И после него такое прохладное немножко ощущение и такое вот действительно ощущение увлажненности. Сделана тональная основа в Польше и у нее очень классная упаковка. Вот реально дорогая упаковка по виду. Если бы вот такой упаковке шел тональный от Guerlain, хотя в принципе мне кажется вот как раз у Guerlain очень похожая упаковка. Такое же обычное стекло, пластиковая крышка и в целом как бы очень даже похоже. Когда стекло и помпа для меня это сразу идеальный вариант. И я вот так вот как обычно буду наносить точечно, это была одна упаковка и это уже пошла вторая. Растушевываю я это влажным спонжем. У меня обычные спонжи от Faberlic, ничего сверхъестественного. И вот посмотрите, я надеюсь, что это очень видно. Насколько сразу ровнее стала кожа, насколько вот как-то она сгладилась. При том, что я не использовала никакие праймеры, вот которые именно сглаживающие текстуру. Я использовала только увлажняющий праймер. Но я максимально стараюсь сохранять качество в своих видео, освещение делать таким образом, чтобы все было похоже на правду, скажем так. А не просто, ну как бы я красиво выглядела, а как там работает косметика, это такое дело. Как видите, покрытие вот этой тональной основы для жизни довольно неплохое, но все же оно немножко ниже среднего. То есть, если есть что скрывать на лице, то возможно вам нужно будет взять, вот как я сейчас, еще немножко тональной основы и добавить в те зоны, в которые вы хотите добавить покрытие. Либо потом дополнительно пройтись консилером. И я сейчас немножко растушевываю как арахит. Видите, вообще как я спонж держу. Потому что я не знаю как, но я порезалась походу ложкой. Я пошла на кухню, сделала чай. То есть, в руках я держала только ложку, чашку и чайник. И я каким-то образом порезала палец. Причем, как будто ножом прям такой вот открытый порез. Там куча кровяша была. Я вообще не знаю, как я это сделала. Чашка, там нет никаких ни сколов, ничего такого, что могло бы меня порезать. Короче, я походу порезалась ложкой. Поэтому сейчас вот я вот такой вот крюкой пытаюсь растушевать тональную основу. Для полноты эффекта я сейчас еще нанесу консилер. У меня это будет от It Cosmetics Bye Bye Under Eye. Сейчас почему-то очень сильно начала сохнуть зона под глазами. И я вам уже неоднократно говорила, что именно этот консилер для сухой зоны под глазами просто вообще идеально подходит. Многие этот консилер не понимают, потому что он очень вот такой вот плотный. И наносит его вот так вот прям очень жирно под глаза. Но я делала видео, как его правильно наносить. И я вам это видео оставлю в описании. Или можете переходить на буквочку I нажать, потом посмотреть. Ну что ж, базовый макияж лица я только что закончила. И что я могу вам сказать? Мне очень нравится результат. Вот реально очень-очень-очень нравится результат. Я просто вот когда смотрю на себя в зеркало, я не могу поверить, что за такую стоимость тональная основа настолько хорошо легла, настолько хорошо себя показала. Красиво она сглаживает лицо. В то же время, ну понятное дело, она не делает прям супер чудес каких-то на лице. Но мне кажется, что очень красиво и естественно выглядит лицо. То есть если я вот так вот выйду на улицу, то люди от меня не будут шарафаться, потому что будут смотреть и видеть, что на мне 33 слоя штукатурки. Мне нравится в этой тональной основе и степень покрытия, и финиш. Он такой вот натуральный, не слишком сияющий, не слишком матовый. Вот действительно такое вот что-то среднее. Потом мне очень нравится, как он сгладил поры на носу. И как вообще текстура кожи вот здесь вот выравнивается. Вот прям вообще супер, мне очень это нравится. И теперь мне осталось показать вам только стойкость этой тональной основы. Сейчас на часах у нас 14.38. И я в конце дня уже к вам вернусь, чтобы показать, как эта тональная основа продержалась на протяжении дня. На мне, естественно, не осталось и следа помады. И я сейчас уже переоделась в домашнюю одежду, потому что сейчас на часах уже 22.16. И это означает, что тональная основа на мне уже 7.5 часов получается. Да, где-то приблизительно так. У меня был супер просто напряженный день, очень тяжелый. И я сейчас вот когда расскажу вам о тональной основе, то я просто пойду это все смывать и лицом в подушку. Итак, давайте подводить итоги. Я думаю, вы в принципе видите, что состояние лица у меня особо не изменилось. Я надеюсь, что по крайней мере это видно. Потому что когда я смотрю на себя в зеркало, ну я не вижу разницы. Мне всегда есть к чему придраться, а здесь, ну прям сильно, чтобы я могла к чему-то придраться, я не могу. Причем, что я сегодня ходила в шапке, то есть вот эта вот вся зона все равно, как бы, как видите, еще присутствует. Немножко больше может быть подчеркнуты вот эти вот мимические морщины. Ну, может, немножко больше они подчеркнуты. Бронзер, как видите, на месте. Хайлайтер абсолютно точно так же на месте. То есть нигде тональная основа у меня с лица не стерлась. В общем-то, давайте, наверное, я подведу итог. Но вы, наверное, уже знаете, что я вам скажу. Я считаю, что эта тональная основа просто выше всех похвал, особенно учитывая ее цену. Я считаю, что на данный момент это самая дешевая тональная основа, которая реально классная. Вот, действительно, я считаю, она может сравниться по стойкости, по тому, как она выглядит, с дорогими тональными основами. Например, той же Armani Luminous Silk. Луминous Silk к концу дня намного больше блестит на мне, причем, что у меня не жирная кожа. У меня сейчас кожа даже немножко суховатая. И меня очень сильно раздражает, когда тональные основы начинают заваливаться и проваливаться в морщины. Меня ужасно это бесит, и я это вообще терпеть не могу. И помимо этого есть тональная основа, которая еще и сильно блестеть на мне начинает. Хотя у меня кожа вообще не жирная, как я сказала. Я могу рекомендовать эту тональную основу тем, у кого вот такая же суховатая кожа, возможно, даже и сухая. Если вы перед этим нанесете какой-то хороший увлажняющий крем, я думаю, у вас с ней не будет проблем. Что касается супер жирной, то здесь я не знаю точно, как она себя поведет. Возможно, вам нужно будет хорошо припудрить лицо, ну, как вы обычно, скорее всего, это и делаете. Если вы планировали покупать какую-то тональную основу, и если вы любите какие-то тональные основы, такие, которые люблю я, например, тоже Bourjois Healthy Mix, тоже Armani Luminous Silk. Что еще я, в принципе, люблю? Kika Skin Tone. Если вы что-то вот в таких вот рамках любите, я вам очень советую все-таки заценить эту тональную основу. Может, посмотрите на нее другие отзывы, почитайте отзывы на сайте, примите решение, подходит она вам или нет. Ну, я ее вот сто процентов могу рекомендовать. Ну что ж, а на этом я буду заканчивать это видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если так и было, конечно же, ставьте палец вверх. И также не спешите закрывать это видео, потому что YouTube для вас подготовил вот здесь вот варианты, что еще можно посмотреть на моем канале. Также не забудьте подписаться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. И мы тогда с вами увидимся в следующих моих видео. Так, ой, теперь этот весь срочно выбрать.